Клиентами пришли, ушли, и дальше, знаешь, как будет? Даже печать, по-моему, не стала. Она мне второй раз там все посылает. Я тоже проигнорировала. Третий раз она мне посылает. Настя, у меня сегодня представитель пейзажист, мне срочно нужен клиент. 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 Жанна, я помню, мастер-класс, да? Срочно нужен. Могла бы ты меня выручить? А я как раз сидела вконтакте, просматривала фотки и думала, как классно попасть в пейзажист, чтобы он сделал мне макияж, потому что раньше декоративной косметикой я, в принципе, не пользовалась. Я просто пару раз накрасилась, и когда пришла в свои торговые точки, и мне в несколько торговых точек подряд сказали, Настя, все-таки глаза заплакали. Хотя у меня было настроение классное, и все было хорошо, да? Раз в одной точке сказали торговую, два в торговой точке сказали. Думаю, блин, ну что ты, значит, не так делал, поэтому нереально. Я больше не стала красить, там тушу, знаю помад, и все. И я пишу, Наташа, да, все классно, договорились там по времени, прихожу. Когда была первая презентация, я ее вообще не слушала. Я зачем пришла, то и получала, да? То есть мне даже скрасилась, мне там общалась. И когда мне дали такую распечатку, быть вип-клиентом, быть просто клиентом, оформить дисконтную карту и бизнес. Что им надо от меня? Когда я еще шла с мыслью, что если у меня будут два переплея Наташи, то я должна знать, что это ко мне. Вот. И моя визажист, вторая Наталья, говорит мне, Натя, не бирай бизнес. Я говорю, Наташа, что ты делал от меня? Она говорит, да вы бирай бизнес, да не ошибешься. Я говорю, ну бизнес, дай бизнес, да? И Наташа говорит, ну, бирай бизнес. Она говорит, регистрация 10 рублей. Что такое 10 рублей? Да, вообще ни о чем. Думаю, ну да ладно, мне вообще-то ни к чему не обязаны. Зарегистрировалась, паспорт не дала, копии сделали паспорта. Сделала каталог, у меня подружка Галя сидела с Натей. Прихожу к Гале, поистали каталог, сделали заказ. Дома пришла, вам запас, не делала заказ, когда у меня было на 80 баллов. Помните, на 80 баллов был заказ. Даже в такое-то время, по вторникам, в понедельник принесешь заказ. Вот на сколько насобираешь, на столько насобираешь. Ну, я говорю, бизнес, значит не меньше 50 баллов. Я принесла на 80 и провели с ней заказ. Она меня научила делать заказ через интернет. Ну, через интернет, да? И вот так вот я попала в Алифлей. Потом, ага, сделала 100 баллов, там по литру в подарок. Пригласили двух человек в флешку в подарок. Там потом еще суммы, там очень много подарков было. В общем, за две недели у меня было 8 подарков. Я в моей компании не пиделки, там вообще подарков не было. У нас только Елена делала подарки, ну, сами друг другу. Вот делали непонятно. И у меня тогда получения было. За две недели столько подарков, плюс еще доход от продаж. Потому что каталоги стала показывать всем подряд. Семь-то сетском, всем. Говорю, я открыла магазин, что вы моетесь у меня. Галя говорит, Галя, возьми на работу потолок, да? Да, отнесла свою, там, где самолеты летят, как называется. Отнесла туда, да, тоже заказ мне приносит. Вот. Или пошли продажи. На продажу стала очень хорошо зарабатывать. Где-то у меня выходило вот 4 тысячи, вот, да? Вот вроде дома с ребенком. На речку поехали, там с подружками поехали, я каталог беру. Куда пошла в гости опять с ребенком, потому что ребенка никуда не ставишь, я каталог, пока там чай пьем, с подругами на заказы. Вот таким образом я начала на продажу. А потом, когда Наталья мне дала диск от Волковой, от Ирины Волковой бриллиантового директора, да, я посмотрела. Теперь я даю своим уже консультантам, ну, новым, да, консультантам своим этот диск смотреть. Вот здесь меня зацепило. Я могла бы работать в компании «Лебедянский», да, и зарабатывать хорошую заработную плату, потому что там была, ну, реально хорошая заработная плата. Но сегодня я работаю, да, я хорошая, а завтра возьмут меня и уволят. Потому что век торгового представителя либо дальше надо расти, либо что-то менять в этой жизни, да. И вот здесь вот я уже задумалась, что я буду делать дальше в своей жизни. Так же от кого-то зависеть или что-то уже делать сама для себя, да. И вот к Наталье началась вопрос, у меня что, а как, а почему, а зачем. И Наталья мне дам эти кружочки, которые всем рисуют. К Саше постоянно. Наташа говорит, да, я к Саше. Говорит, Саша, может, ты тупая, но я не понимаю, что здесь. Наташа говорит, нет, ты просто вникаешь. И вот с этого все началось. Я приняла для себя решение, и я, когда у меня должна была выйти с декретного отпуска обратно в компанию «Лебедянь», да, вот началось предложение за предложением. В одну компанию меня стали называть, потому что я могу себе сказать, что я хороший торговый представитель был, да. Меня в одну компанию зовут, во вторую компанию зовут, в третью компанию зовут, в Лебедянске, да, обратно зашли для меня, изыскали место, что, Натя, приходи, да. Вроде я уже и собралась идти, и вот здесь вот у меня вот такая вот стала перипетия. Либо там быть и зависеть от кого-то, либо здесь быть и сделать это уже для себя. Клановились. Клановились. А ну вот как при этом эти трудности, да, вы мне рассказали, в принципе. Каким образом строится бизнес ваш сегодня, активно рекрутирую. Да, я работаю с теплым рынком и работаю «Подари подарок другу». Да, вот два способа. Вот мои консультанты. Вот Светлана, теплый рынок, да, пример. Вот два, вот ППД. «Подари подарок другу». Да, пример. Награды, которые вы теперь получаете, моя объемная скидка в 18%, так что все бонусы, все подарки, которые есть в компании, сумки, что там, да, все это у меня, все абсолютно есть. Все подарки эти я собираю. И ваши будущие планы – звонить директора. Потому что ушла зарплата 30 тысяч, мне надо обязательно на нее вернуться, пока мне выходит в месяц только 20. Для кого-то это хорошая зарплата, ну, для меня пока-то… А для кого это хорошая зарплата? Для кого из вас это хорошая зарплата? Для меня хорошая. Хорошая. А теперь расскажи свой распорядок дня. Распорядок дня, которым я работаю сейчас. Утром просыпаемся. Лера отправляет в школу. Настя просыпается. Моемся, омываемся. Варим кашку, кушаем, прибираемся дома, да. В 12 часов мне приходит няня. Теперь в 12 часов мы открыли свой офис, поэтому в 12 часов я работаю в своем офисе. В 12 часов у меня няня, а я уже именно в офисе занимаюсь рекордингом. Да, и в этот промежуток времени уже с вами со своими консультантами, работаю с консультантами, да, и занимаюсь рекордингом. Вечером, когда прихожу домой после 7, с 7 до 9 опять с семьей, и после 9 я уже в интернете опять общаюсь со своими консультантами. Наталья вот общаемся уже там по скайпу. В общем, после где-то 10 часов, к примеру, вот это время я уже опять общаюсь с консультантами. А в Лимьянске как было? Как там распорядка? А, ну, там, видите, у меня ненормированный был рабочий день, потому что постоянно за рулем, да, постоянно в дороге, постоянно была голодная, потому что я ела только в коряжме нормально. Там все торговики собирались и ехали в столовую все, централизованную, да. Здесь в Котласе было намного больше торговых точек, поэтому никогда не успевала поездить, с утра и до вечера. Запускала так, что я смогла приходить домой в 11 вечера. У меня было много случаев, когда я не могла забрать ребенка с детского сада, и я звонила вот вплоть просто до Валерийных знакомых мужчин, да, кто бы там мог, вот хоть кто. Вот звоню там, Сереж, ну все, не могу, скорее же, ну хоть умри, не прийти сейчас, скорее же, да. Молодец, вы тогда комиксовывала процесс продажи. Сереж, забери все из-за ребенка. Я же на них звонила, да, что ты такой-то такой-то забрал. Делегировала полномочия. Акции запускала, могла в 11 ночи приехать, да, уже вот вечером. Понятно. Пока вот до последнего. Расскажи сейчас, Катя. В чем, в чем, в чем вот плюсы и минусы? Вот здесь не сделала там обида на себя, скажем так, да, вот кроме меня никто ни в чем не виноват. Там цепочка, от которых все строится и завитится, да. И в чем еще плюсы и минусы, то, что в «Лебедяне» постоянно есть руководство, которое на тебя давит, да, которому ты чем-то обязан, перед которым нужно отчитаться. Который может уволить. Да, да, который может уволить. Не дай бог всем счетов отчет не сбросишь, да, там такая-секая. Акцию, не дай бог, запоришь, там планы не выполняешь, почему, там знаешь, как будет. А здесь вот только уже сам на себя. Ответственность перед своей совестью, скажем так, да, вот только. И свои цели. Ну да. Советы какие? Советы новичкам. Советы новичкам. Что хочу сказать про новичков. Вот приходят новички, да, раздали каталоги. Ой, мне никто ничего не заказал, да. Ну все. Это ваш бизнес там не работает, ваш арифлэй не работает, все плохо. Так вот, как сегодня, просились на корабль, да, то же самое. Не взяли здесь. Это уже ходила, соки продавали. Продавать когда, да, одни заведующие там, все свободно. Я слезы на глазах, но я снова иду, потому что у меня план, Ирина Бовина мне там в Питер выставила, да, вот столько-то тонн сока продать. Я снова, то же самое и здесь. Ну и что, что ты не заказала у меня, да, я пошла к Оксане, у меня Оксана заказала. Ну Оксана не заказала, пошла к Саше, и Саша мне заказала. Но главное не сдаваться, делать действия, да, постоянно делать одни и те же монотонные, вот тупо, да, тупо делать одни и те же действия. Рекрутинг, да, одного пригласила, сказала, нет, не буду, не пойду. Хорошо, второго пригласила, я Света, вот пример живой, да, Света дала диск, она его даже смотреть не стала, там что-то заела, говорит, у нее. Вернула мне этот диск обратно. Потом сама же ко мне пришла, да, и сказала, дай мне диск-то посмотреть, да. Ну, надеюсь, что Николай, там все гладко было, ладно. Ну, мне это сказка, я говорю, я пока ничего не знаю. Да, но она пришла, и вот, ну, отказа, как Наташа говорила, отказа, это наша работа, да. Все вот Света, это наша зарплата, это действительно, да. Ну, самое главное, что мне это зарплата, да. Поверить в себя, поверить в мечту, что здесь... Почему я еще пришла в рефлэн, то, что здесь, например, от Сентименталь, мне недавно женщина меня звала, она зарегистрировалась у меня и звала меня в свою компанию. Мне дали презентацию, кто, где, я у нее пока спрашивала, она толком сама ничего тоже не знает. А здесь это истики, которые можно потрогать, да, которых можно спросить, совет там, да, ну, еще что-то. Действительно, да, в нашем маленьком козлосе три директора. В Чугодском два директора, в Коряжино два директора. Значит, есть место этому быть, правильно? Значит, есть место этому быть. И когда мне говорят, что у меня нет денег, там, купить себе помаду, я всегда говорю, так ты их можешь заработать, если хотя бы двум соседкам покажешь каталог. У тебя уже помада бесплатная, ну, не двум, ну, пусть трём, да, ну, смотря какой заказ делают. У меня соседка сделала заказ на 2700, тайм-ревенс, выкупила серию. Ну, там, умывалка, очищалка, крем дневной, крем ночной, 2700. Вот, что я сделала, спустилась до второго этажа. Да, ну, спустила, керамка. Не поднялась, а спустила. Спустила, ты была, я же иначе делала, там, я дошла до второго этажа. А как она сегодня на корабль полосилась? Никто к ней не подошел, она встала передо мной. Все там стоят и смотрят, как она. Все тонут, а она остается, первое утро, понимаешь, сила есть. Ну, она и все методы испробовала. И даже запрыгнула. Я считаю, что ему надо. Мужчина, может, соблазнить? Он говорит, что хочешь? Спасибо, Надежда. Давайте ей поплатим.